Приветствую, друзья, на канале. В качестве обзора и в качестве ознакомительного у нас будет маяк 205 с букварем. По случаю приобрел данный аппарат. Долго приценивался, долго смотрел, искал такой и вот по более доступности не попался. Вид, конечно, у него немножко усталый. Есть брошюра родная. Даже он когда-то ремонтировался, выпустили в 81 году. Оказалось, продавцом оказался мой старый, очень старый знакомый, с которым мы имели честь учиться в техническом университете. Он его брал, оказывается, в общежитии. Вот такой вот аппарат, маяк всем известный. Довольно-таки популярный девайс. Есть недочеты. Потерты здесь. Там у нас имеется на крышке защелки нет одной. И также нет крышки, которая удерживает сетевой шнур. Включается, вроде крутится. Сейчас я его открою, вот эту верхнюю крышку, так как там есть кое-какая проблема. Хотел просто узнать, как он у нас воспроизводит или нет, так как возможности не было проверить. Да и сам хозяин не побеспокоился о том, чтобы достать катушку и проверить это дело. Вот, друзья, включил аппарат. При демонстрации, при покупке Валера не мог запустить его, так как вот эта штука у нас должна быть здесь находиться. Но она зашла вот сюда, под колесико, которое у нас переключает скорости с четвертой, девятой и девятнадцатой. Сейчас на девятнадцатой скорости видно пасеки живые, но они уже видно вращиваются неровно. Но факт тот, что они на месяц, и по ним можно будет уже освежить их определить. И еще в этом литрофоне такая беда, то что у нас здесь вот есть люфт. Слышно шум, это у нас люфтит вот эта часть тонн-вала. Сейчас я уберу. Пасеки растянутые уже старые, особенно на подмотку, что-то надо будет придумать, так как валики таких нету. Пока не встречал, во всяком случае. Эти тонкие-то можно поменять. Эта тонкая уже утратила эластичность, она просто как веревка. Так, остальное все на месте. Но это пластмасс отвалился, это не проблема. Даже усилитель вроде работает, какое-то шуршание есть здесь. Здесь уже чинилось, что-то делали. Видно, что закрепили по-другому. Сейчас скрою нижнюю часть и посмотрим, что у нас там. Нижняя часть, то есть обратная сторона Луны, вот так вот выглядит. Март 81-го года. Практически все тут родное, ничего не меняное. Видно, что электроэлектрические конденсаторы. ТС-40. Тут вот что-то такое происходило. Посмотреть надо будет, то ли паял кто-то или еще что-то. Видно, наши конденсаторы. Это стирание под магнитчиками, наверное, медленнее всего. Пока не разбирался. Здесь вот зацепили. Видно, на опробовку. В целом, нормально все. Никто не разлазил, не пахал здесь. Старые транзисторы железные. КТ-805, медленнее всего. Обычно такие применялись. Отворенные две проводки куда-то шли. Видимо, это не нужно. Поэтому убрали. Ну, в целом, будет разбираться полностью детально. Да, кстати, на тех, кто не в теме, это канал не вандалов. Данный канал не является уничтожителем. Пока, как показывается, уничтожается техника. Канал предназначен для тех, кто занимается реставрацией. Это так, слово говорю. Просто некоторые, может, шарахаясь по ютубу, заберут случайно и смотрят. Так, сейчас смысла нет. Надо открывать этот блок, так как это потом покажу. Сегодня просто ознакомительный момент идет. Знак количества. Дерево в довольно-таки хорошем состоянии. Красное дерево благородно-дорогое, советского характера. Полностью деревянное обрамление. Сейчас так не делают уже. Аппарат собран добротно, очень даже монументально. Все пластиковые детали сейчас я откручу. Они будут подвигаться обработки водой, мылом, чтобы все блестело и было как новое. Данный аппарат имеет определенный запах. Запах старья, запах старого времени. Нижняя крышка тоже заодно покажу, что тут было. Вот такой экран, это заводской. Применялась медь, советская хорошая медь. Тоже это будет убираться аккуратно. Паромою. Сетевой шнур сделан вот таким следующим образом, то есть снимая заднюю крышку, нижнюю крышку вернее. У нас эта радость полностью отключается. В целях безопасности, видимо, сделано все. Друзья, вот такой был ознакомительный видеофильм маленький. Маяк 205. В дальнейшем он будет прокачиваться. Послушаем, как он поет. Естественно, будем слушать ютубовскую любимую музыку. Других вариантов нет. Обойдутся.